Чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются. Слова, принадлежащие французскому классику Дидро, наверное, именно в контексте этой экспозиции, звучат наиболее ярко. События Великой Отечественной войны показали. Именно внутренний дух, вера в свои силы и возможности помогла солдатам великой страны победить коричневую чуму и подарить народу мир и спокойствие, которое царят здесь уже семь десятилетий. Возникла вот эта вот идея показать, какова же была роль православия в годы Великой Отечественной войны. Тем более, что эта тема, она, в общем-то, недостаточно хорошо изучена. То, что мы сейчас говорим о роли церкви, о роли молитвы, о роли единения церкви и государства в те годы, это очень важно в наше время. И, наверное, самое-самое главное, это то, что мы должны помнить, что бывает с нами, с нашим народом, с нашим Отечеством, когда люди забывают Бога, и что происходит, когда мы снова вспомним о своих корнях, о своей вере, о подвиге нашего народа. Небольшой зал Российского Центра науки и культуры вместил порядка двух десятков тематических стендов с расположенными на них архивными документами. С них только несколько лет назад был снят гриф «Секретно». Это снимки, письма, выписки из официальных сводок и сообщений. Особое место в экспозиции занимают документы и фотографии, принадлежащие патриархам Сергию и Алексию Первому. Действительно, мы мало знаем очень об этом периоде нашей общей истории россиян и белорусов, но эта выставка открывает нам новые грани истории, в том числе и роль, ту благодарную роль церкви в годы Великой Отечественной войны. Я считаю, что действительно вот это бескорыстное патриотическое служение церкви в годы Великой Отечественной войны во многом способствовало нашей победе. На открытии нового тематического вернисажа присутствовало огромное количество посетителей. Среди них особенно почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной. Именно им, солдатам трагических сороковых, благодарные за мир и безоблачное небо потомки, сегодня воспевают многие лета. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Спасибо. Спасибо.